Мы находимся рядом с рамом Божьего пророка Ильи, на Ильинской улице, в Ильинской улице. Этот рам был открыт и освящен в 1521 году, практически 500 лет назад. Об этом свидетельствуют источники летописи, надгробные плиты и, самое главное, берестяная грамота, в которой упоминается Ильинский игумен Фёдор. Это берестяная грамота 14 века, которая свидетельствует о том, что здесь и до 16 века был деревянный храм. А мы говорим о каменном храме, вот тот, который просуществовал до нашего времени. От него остался лишь первый этаж. Верхняя часть уже надстроена в 19 веке. Храм предотвратил очень большие изменения за 500 лет. И взлеты, и падения. И вот у входа в храм находятся вот эти вот набогильные плиты древние, на которых есть письмена 15-14 веков. Вот здесь, на этих стендах возрождения древней обители, вся история. Но я не буду приближаться и постараюсь рассказать кратко. Вот эта лестница ведет нас на второй этаж. Практически от храма остался лишь его фундамент, от первоначального храма. И он, сам храм, углубился на 3 метра в толщу земли. Его раскапывали. В 16 веке, вернее, в 17-м, при нашествии поляков, здесь звонил набатный колокол, который поднял московское население на борьбу с поляками, с наземцами. И этот набатный колокол был услышан. Особолитное движение началось с 1606 года. И оно длилось до 1612 года. За это поляки жестоко отомстили. Храм был полностью разрушен, сожжен. И потом медленно устанавливался. В 19 веке его также сожгли. Вот на этом стенде у входа в храм Ильинка сквозь века. Напоминание, что название улицы дал храм пророка Ильи, построенный в 1519 году. С 2003 года в Ильинском храме возрождается древняя традиция крестных ходов и молебного пения. Вилен день. Мы сейчас, дорогие слушатели, смотрим на икону святого пророка Божия Илью. И немного познакомимся с его биографией. Святой пророк родился в Палестине. Он был из колена Ливиина и жил в IX веке до Ждества Христова. И к пророческому служению был призван Богом в период царствования царя Израильского Ахава. И для взломления нечестивого царя Ахава и совращенного им израильского народа, пророк Илья поразил землю засуху и молитву небеса заключив. Он объявил царю, что в наказание за беззаконие израильтян длительное время не будет ни дождя, ни росы, и прекратится это бедствие только по молитве самого пророка. И три с половиной года Израиль терпел зной засуху и голод. От царского гнева святой Илья скрылся при потоке Харафи, куда каждое утро и вечер вороны приносили ему хлеб и мясо. А через год божественный пророк поселился в Сарепте, в доме бедной вдовы, которая делилась с ним последним кусочком. А по молитве пророка во все время голода в доме Сарепской вдовицы не всекали и мука, и масло. Здесь было совершено еще одно великое чудо – воскрешение умершего сына вдовицы. В общем, за всю свою пламенную духовную ревность, о славе Божией пророк Илья, как повествуется в священном писании, был взят живым на небо в обменной колеснице. И преобразуя этим ведущее воскресение Христова и всеобщее разрушение, владычество смерти. Русский народ православный всегда относился к запутковениям к пророку Илье. И первый храм был построен еще при Игоре, князь Игореву в 941 году. После крещения Руси в 988 году Ильинские храмы стали во множестве появляться на Руси. И вот мы с вами сейчас в одном из первых храмов, которому уже 500 лет сохранившись каменный храм. Иконостас Винского храма в плане своем. Винский храм однокомпольный, крестовообразный. Вот такая икона праздника, крещения Господня. Субтитры создавал DimaTorzok